Предания о русалках можно встретить в мифологиях почти всех народов мира. У этого существа, как оказалось, есть множество имен. Славяне называли их навками, марианнами и болотницами. У древних римлян и европейских варваров это наяды, океаниды и сирены. Первым письменным упоминанием о них можно считать поэму Гомера «Одиссея». Древнегреческий поэт писал, что сирены особыми звуками вводили моряков в транс. И те, забыв все на свете, подплывали к волшебному острову морских див и погибали вместе с кораблями. На самом деле русалки и сирены это совершенно разные существа. И сирены первоначально были с крыльями, не только с крыльями, но и с лапами. Вот в этом отличие, великое отличие русалки от сирены. А сейчас уже их смешали вместе, соединили вместе, и поймешь, где русалка, а где сирена. Эти существа упоминались еще при царе Навуходоносоре. Бог Солнца Ану и богиня Луны Атаргатис изображались в образе полурыб, полулюдей. Жители Вавилонского царства верили, что Солнце и Луна, заканчивая свое путешествие по небу, погружались в море. Именно поэтому их тела должны были быть подходящими для жизни и на суше, и в воде. В средневековой Европе полагали, что русалки – это ангелы. А на Востоке их страшно боялись, так как коварные девушки с рыбьими хвостами якобы завлекали мужчин в свои сети для того, чтобы поедать их плоть. И поверье это появилось неспроста. Когда фенетийцы были самыми ведущими мореходами среди всех народов и кораблестроителями, они, значит, для того, чтобы умилостивить бога морей при спуске корабля деревянного, они клали девственницу поперек, причем выбирали красивую девушку. И этот корабль ее как бы переезжал, естественно, разрывал надвое, весь нос корабля был забрызган кровью и считалось, что это вот дань морскому царю. То есть и вот эти девушки, якобы покойницы, они никуда не исчезали, их души уже становились озлобленными. Они начинали мстить морякам, купцам, рыбакам. Это предание можно принять за типичную сказку. Но не все так просто. Не так давно болгарские архивариусы обнаружили документ, где описываются странные события, которые произошли в 1785 году на мысе Калиакра в 60 километрах к северо-востоку от города Варна. Стоял последний день весны. Двадцатилетний парень Радко Вокулок из деревни Болгарева поздним вечером отправился проверять рыболовные сети. Живым его больше никто не видел. Труп юноши нашли на следующее утро. Все тело было усыпано рыбьей чешуей, а сам несчастный оказался полностью запутан в тени. При этом в руке он сжимал кусок старой рыболовной сети. Поначалу жители деревни предположили, что на Радко напали бандиты, которые орудовали в тех краях. Было известно, что в течение месяца некие злоумышленники опустошали чужие сети. Предполагаемых грабителей задержали и допросили. Однако на момент убийства у всех подозреваемых оказалось алиби. Они находились на свадьбе в соседней деревне. Спустя сутки после задержания злоумышленников на берегу у того же мыса Калиакра рыбаки обнаружили еще одно тело. Это был 25-летний Живко Баджиев из той же деревни, что и Радко-Вокула. Тело новой жертвы было также в рыбье чешуе, тине и со следами удушения на шее. В течение месяца на берегу у мыса Калиакра таинственным образом погибли 15 молодых мужчин. Вечером они отправлялись к морю проверять или снимать сети, а на следующее утро их тела находили на берегу. Через некоторое время по округе поползли слухи, что в деревню Болгарево вернулось проклятие, наложенное несколько веков назад. Об этом проклятии знают все местные жители. Это так называемое коварство навки. Суть его заключается в том, что если хоть кто попробует поймать русалку или причинит ей вред, то эти существа будут мстить, пока не уничтожат всех мужчин деревни. То есть с одной стороны это красавицы, а с другой стороны злобные существа, обитающие в воде, которые, в общем-то, нападали на моряков, на рыбаков и так далее. Когда существует множество легенд, причем легенды у разных народов и в разных концах света, значит, вот ищи, значит, что зерно, которое породило эти легенды, значит, какое-то зерно правды должно быть. В конце 70-х годов 20-го столетия канадские историки работали над архивом военно-морского ведомства. В одном из старых судовых журналов исследователей заинтересовала следующая запись. 25 мая 1610 года в портовую гавань Сэм-Джонса, провинция Ньюфаунленд, зашли несколько датских кораблей. При прохождении ворот в бухту моряки увидели странное существо. Голова, черты лица, шея, грудь, как у женщины, а все остальное рыбье. Существо пыталось взобраться на один из кораблей. Моряки страшно испугались и отказались швартоваться к причалу. Месяц спустя в Дувре, английском порту, произошло что-то похожее. В момент, когда экипаж судна готовился подойти к пристани, нечто с телом женщины и рыбьим хвостом атаковало корабль. Британский путешественник Генри Хатсон, который в тот момент находился на борту, записал в своем дневнике. Вечером мы увидели русалку. Ее спина и грудь были женские, но она была крупнее даже обычных мужчин. Кожа белая, длинные черные волосы. Хвост пятнистый, как у макреля. Чуть позже очевидцы происшествия доложили на берег о странном существе. Когда стали разбираться, то решили изучить судовые журналы известных мореходов. И вдруг оказалось, что даже Колумб и члены его команды видели подобных существ. Колумб видел человеческие лица, женские девичьи лица, видел женское красивое тело, правда, с чешуей. Про хвост он ничего не пишет. Вот это очень интересно. То есть это все наводит, вот эти многочисленные свидетельства, наводят на мысль, что речь идет о нескольких видах или родах этих существ, которых наблюдают буквально по всему земному шару. От наших болот, буквально Московской области, до через Черное море и в Средиземное море, и дальше в Атлантику или в Индийский, в Тихий океан. Спустя столетия после инцидента в Дувре о русалках заговорили датские моряки. Многие были уверены, это не чистая сила, а происки дьявола. И необходимо что-то предпринимать, чтобы обезопасить моряков от неожиданных встреч с коварными обитателями океанских глубин. В 1723 году, чтобы положить конец спекуляциям и спорам вокруг подобных наблюдений, власти Копенгагена решили создать так называемую Датскую Королевскую комиссию. Чиновники от науки и государства хотели, чтобы эта комиссия доказала следующее. Слухи о русалках имеют вполне обычное земное объяснение. Никакой нечистой силы и происков дьявола не может быть и в помине. Любого, кто утверждал бы обратное, предписывалось объявлять смутьяном, нарушающим закон. Но случилось все наоборот. Комиссия не только ничего не доказала, но и сама стала свидетелем странного существа, правда не в женском, а в мужском обличии. Существо было замечено с борта судна. Оно с гневом взирало на членов комиссии, фыркало, затем ушло на глубину и больше не показывалось. Пришлось объявить в Дании официально, что русалки и водяные существуют. Русалка – это не обязательно женщина и не обязательно живущая постоянно в воде. То есть она дышит кислородом, дышит воздухом и находится в воде только время, необходимое ей для поиска пищи или для каких-то отправлений жизненных. Первоначально русалка была вообще без хвоста. То есть в самых первых преданиях, еще исходящих из древних легенд, еще шумерских личных сказаний. Там русалка или русал, они были независимо они были независимо от пола, просто встречались и была русалка он и была русалка она. То есть никаких вот таких половых разделений не было. И о хвосте речи не шло. Через 30 лет после того, как Датская Королевская комиссия по русалкам объявила, что эти обитатели моря не являются плодом больного воображения, в многотомной истории природы Норвегии известный и очень авторитетный епископ Эрик Пантопедан написал эпиграф главе земноводной. Найдутся сотни очевидцев с безупречной репутацией, которые подтвердят, что видели подобных русалкам существ. Встреча с русалками нередки и в наши дни. Причем, как утверждают очевидцы, загадочных морских див чаще всего можно встретить на побережье Черного моря в районе Одессы и в Крыму в районе Балаклавы. Местные жители рассказывают, что иногда натыкаются на странных существ, выброшенных в шторм на берег. Люди убеждены, это и есть русалки. Они довольно быстро приходят в себя и уплывают в пучину. Русалки, в принципе, чем-то даже на нас похожи, просто более приспособлены к питанию на морских глубин. То есть они могут дышать под водой и для них созринено дыхание чистым кислородом. У них созринено движение по воде, потому что их тела приспособлены к движению под водой. Есть предание, что русалка не может существовать без возобновления потомства. Но получить это потомство она может только в паре с обычным земным мужчиной. Но как добиться суженного? Вот тут и вступает в силу коварная сущность морской дивы. А коварство заключается в том, что русалка должна сначала обольстить избранника, покорить своей красотой, вскружить ему голову. И когда несчастный влюбленный теряет рассудок и идет в объятие обольстительницы, та начинает щекотать его до смерти, после чего уносит с собой на дно. А дальше в морской пучине мужчина оживает и проводит остаток своих дней в стаи русалок. То есть фактически и желание продолжить род, получить какого-то себе, заполучить свои руки такого-то самца, чтобы продолжить род, это биологическая причина нападения ее часто на купающихся молодых людей, которые потом едва уносили ноги из этих болот, из этих озер. То, что произошло как раз с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Тургенев был большим любителем охоты и постоянно бродил по местным лугам и оврагам в поисках дикого зверя. Однажды он забрел очень далеко от своего поместья в совершенно незнакомые места. Была середина лета и стояла страшная духота. Неожиданно писатель наткнулся на скрытое в камышах озеро. Измученной жарой он решил искупаться. Разделся и прыгнул в воду. Начал плескаться и вдруг почувствовал, что сзади кто-то дотронулся до спины. Тургенев обернулся и увидел странное существо. Оно было все в тине. Лицо вроде человеческое, но с чертами хищного зверя. А в глазах стояла непередаваемая похоть. Тургенев это был не робкого десятка и охотник и очень такой крепкий человек физически. Он испугался, как все боятся этих существ непроизвольно, подсознательно. И рванул, значит, соженками рванул к берегу. На берегу это вот существо выскочило вслед за ним на берег и продолжало его преследовать с легкостью плечу. Волосатая тварь двигалась явно быстрее. Она не отставала от писателя, держалась за ним на расстоянии вытянутой руки, на ходу дотрагивалась до спины беглеца и издавала какие-то звуки. От этого писателю становилось только страшнее. Неизвестно, что было бы дальше, но тут Иван Сергеевич выскочил на лужайку, где местный мальчишка пас коров. Пастушок огрел волосатую тварь своим кнутом и та повернула назад. Тургенев потом написал рассказ о своих злоключениях, но так и не решился его опубликовать. А позже он отправился во Францию и в салоне парижской певицы Полина Виардо всем поведал об этой удивительной истории. Среди гостей оказался писатель Гидом Апасан. Он записал услышанный рассказ и позже опубликовал его под своим именем. Новеллу Апасан назвал «Ужас». Документально зафиксирована история, которая произошла в Западной Сибири на одном из лесных озер в 1952 году. На берегу водоема отдыхала молодая пара. Ничего не подозревающий парень пошел купаться и вдруг неожиданно рядом с ним вынырнула русалка. У Дивы были большие синие глаза и длинные черные волосы. Русалка с улыбкой протянула к парню руки. Испугавшись, молодой человек поплыл к берегу, на которой ему помогла выбраться из воды его спутница. Как оказалось, девушка прекрасно видела, что происходит в воде. Но русалка не успокоилась. Она выпрыгнула из воды прямо перед девушкой, вырвала у нее платок и, рассмеявшись, нырнула в воду. Местные старожилы потом поведали молодой паре, что в этом озере действительно обитают русалки. Поэтому никто и никогда здесь не купается. Было бы наивным считать, что информация о русалках интересуются только их теологи, криптозоологи и собиратели фольклора. Еще во времена Холодной войны эти существа попали в поле зрения военных структур. Спецслужбы разных стран пытаются изучить русалок, найти их, поймать их. Они используют эхо-оружие, эхолокаторы специальные, подводные. То есть подается очень высокий импульс под водой или звуковой сигнал, который губит все живое. Дальше на берег выбрасывается все, что погибло в определенном месте. Не так давно был снят гриф секретности с одного из документов, где описываются события, которые произошли в 1982 году на западном берегу Байкала. На озере проводили тренировочные сборы боевые пловцы Забайкальского военного округа. Когда аквалангисты погрузились на глубину 50 метров, то вдруг столкнулись лицом к лицу с существами ростом более трех метров. Сначала боевым пловцам показалось, что тела существ обтянуты в какие-то блестящие одежды, а головы скрыты под шарообразными шлемами. Но, как оказалось, это не были гидрокостюмы и акваланги. Чем странные обитатели подводного мира дышали под водой, боевые пловцы так и не поняли. Визуальный контакт был вполне миролюбивым. Чтобы разобраться в загадке, командующий учениями приказал поймать одного из странных существ. Была сформирована специальная группа из самых опытных аквалангистов, вооруженных тонкой прочной сетью. В момент, когда охотники пытались набросить сеть на одного из существ, некий мощный силовой импульс мгновенно вытолкнул всю группу на поверхность. В результате резкого всплытия без необходимых остановок для декомпрессии все члены команды заболели кессонной болезнью. Кто это был, так и осталось загадкой. Сами существа в этой части Байкала больше не появлялись. Дело в том, что разумные обитатели подводной глубин осталось очень мало, их реально не так много. Встретиться с ними тоже тяжело, нередко когда сами выходят на контакт или поднимается поверхность. Общение с ними может нам дать знание о подводной глубинах. То есть у нас есть земля, воздушная среда, у нас есть подводная среда. И там и там скрыто очень много информации разного рода и тайн, и инструментов, возможностей. Несколько лет назад Американское национальное управление океанических атмосферных исследований вполне серьезно заявило, русалки существуют и обитают в водоемах по всему миру. Специалисты управления утверждают, что первые упоминания о коварных красавицах с рыбьими хвостами встречаются в наскальных рисунках, сделанных в конце палеолита около 30 тысяч лет назад. Именно тогда люди начали осваивать мореходство. И именно тогда первые мореплаватели стали встречать в морской пучине русалок. А потом изображать увиденное в виде наскального творчества. Пресс-секретарь национального управления океанических и атмосферных исследований Сэнди Никсон не так давно рассказал в интервью изданию Weekly World News, что по крайней мере 65 экспертов, занимающихся изучением русалок, собрались на Таити, чтобы проанализировать все известные данные об этих обитателях морских глубин. В результате ученые пришли к выводу, что гибрид человека с хвостом рыбы действительно живет среди нас. Эксперты говорят, что большинство русалок обитает в теплых водах Карибского бассейна и Средиземноморья. Но они также были замечены в Тихом океане и в Южной Атлантике. Также есть данные, что на одной из американских военно-морских баз находится секретное океанариум, где в особых условиях содержится несколько пойманных особей этих существ. Но место, где расположен этот океанариум, тщательно скрывается правительством США. Это пляж Зипполиты в Мексике. Он считается одним из самых опасных пляжей в мире. Остальные участники этого зловещего рейтинга попали в него по очень прозаическим причинам. Из-за активности акул, ядовитых медуз или просто крайней загрязненности. Но этот живописный кусочек побережья внесен в черный список по другой причине. Здесь чаще всего тонут люди. До такой степени часто, что объяснить это рациональными причинами уже нельзя. Океан это просто такая стихия, что там в любой точке можно. Хотя есть на планете такие точки, где возмущения воды такие, что просто можно погибнуть и даже не пикнуть. Слово зипполиты происходит от коренного языка индейцев и означает пляж мертвых. Согласно местным поверьям, в прибрежных водах обитают духи умерших предков, которые утягивают в свое призрачное царство тех, кто потревожил их покой. Очевидно, это поверье возникло не на пустом месте. Ученые-антропологи единодушны. Легенды о подводных жителях присутствуют у всех народов, живущих рядом с большой водой. Различные мифы и предания всего человечества рассказывают о неких учителях, о неких прибывших из океана, из глуби океана, из глуби морей, неких рыбообразных существах, которые научили человечеству различным ремеслам, наукам, культуре, цивилизации и так далее. Это очень много таких преданий. в одном Средиземноморье мы видим таких преданий где-то в 12 культурах. Совсем недавно исследователям стало известно, что до конца 17 века жители Мальты соблюдали необычную диету. Они не ели рыбу. Это очень странно для острова со всех сторон окруженного моря. Рыба была изображена на мальтейских монетах. Дверные ручки в домах выполнялись в форме рыбы, а на центральной площади столицы стоит статуя рыба-человека. Культ русалок выветрился вместе с развитием европейской цивилизации. Но исследователи сходятся в том, что именно здесь когда-то был подводный город, который поднялся на поверхность вместе с населением. Мальтийцы поклоняются женщине-гиганту Сансуне. Статуэтки женщины-саламандры, которые археологи чаще всего находят на этом острове, остались в обиходе коренных жителей. Они всегда лежат на блюдце, куда можно налить воду. Кроме того, рядом с фигурками Сансуны всегда находят статуэтки рыбы. Но почему у мальтийцев появилось столько поверий, связанных с подводными существами? На Мальте все люди верят в то, что этот остров был создан как остров русалок, то есть остров рыболюдей. И вот эти результаты, эта экспедиция были весьма любопытны. Вы знаете почему? Там много храмов. Эти храмы считаются самыми древними на Земле. Местные ныряльщики знают о том, что на побережье Мальты есть подводные пещеры явно искусственного происхождения. А ученые выдвинули сенсационную версию, что почва, из которой откопали храмы, по своим характеристикам очень похожа на ил. Все храмы облеплены ракушками. Это не песчаник. Это просто нормальный известняк, который был под водой, но который облеплен вот этими всеми ракушками. Храмы ячеистые такие, в виде ячейки. Все-таки вода более плотная структура и здесь это. Необычный культ рыбы до сих пор сохранился и в другом государстве, которое находится практически на противоположном конце земного шара, в Монголии. Там существует поверье, что все люди произошли от рыбы и до сих пор есть устойчивое выражение рыба-мать, которым обозначают источник всего сущего. От рыбы произошли мы, наземные люди. Вот поверье. Ни один монгол не будет с тобой спорить, но ни один монгол настоящий не будет есть рыбу. Вы знаете, я бы в это не поверил, я считал бы немножко за бред. если бы в Монголии, у меня была монгольская экспедиция, сейчас скоро будет вторая монгольская экспедиция. Существует две основных версии, прямо связанных с мифом о подводных людях. В соответствии с одной из них, люди в своем сегодняшнем виде далекие потомки древнего народа, который однажды покинул привычную ему водную среду и вышел на сушу. Этой версии придерживались древнегреческие философы Платон и Геродот, которые говорили о потерянной рыбообразности людей. В соответствии с этой теорией, человек, вышедший из моря, обладал настолько высоким уровнем развития, что ему не требовалось серьезных усилий, чтобы адаптироваться к окружающей среде, будь то море или суша. Это потомки атлантов. мы говорим о том, что были некие земноводные люди, которые, ну не люди, а некие существа, которые, когда цивилизации погибли, они ушли и живут там под водой. Люди, которые, даже не люди, существа, которые владели древними знаниями мистическими, им не зачем было отращивать жабры, им не зачем было превращаться в тритонов, я не знаю, в их тиандра. Согласно другой версии, рыба-люди параллельная ветвь развития человека, которая отделилась от нас во время четвертичного периода. Есть такой американский исследователь Айвэд Сандерсон, который написал там ряд книг, и он озвучил такую гипотезу, что до сих пор, то есть и в наши дни даже, да, могут существовать некие подводные цивилизации. То есть некая какая-то человеческая раса, может быть, выродившаяся, может быть, оставшаяся от гибели Атлантиды. В соответствии с этой версией во время наступления ледникового периода люди, которые вели полуводный образ жизни вблизи теплых океанов адаптировались к более комфортной среде. У них развился новый дыхательный орган жабры. Волосяной покров исчез за ненадобностью, а геометрия тела немного изменилась, сделав их максимально приспособленными к жизни под водой. Понимаете, исход обратно в воду, ну, давайте так, да, ребенок рождается в воде, дышит нормально и никаких проблем не возникает. Наверное, у человека где-то может быть генетики заложено, а может быть будет когда-то разбужен ген, позволяющий дышать под водой. Скептики всегда могут сказать, что русалок и их теандров видели не люди, а их собственное невежество. Но есть серьезный контраргумент. В наше время случаи столкновения человека с подводной цивилизацией также происходят, но в силу объективных причин становятся недоступными широкой общественности. для сохранения любой популяции требуется не менее 10 тысяч особей. То есть если какие-то существа где-то сохранились, то их должно быть достаточное количество. Возникает закономерный вопрос. Если подводных жителей так много, почему до сих пор нет ни одного достоверного свидетельства контакта? Ответ на поверхность. Максимальное присутствие в океане сегодня имеют военные, не склонные к лишним разговорам. Изучение океана не менее, а то и более дорогостоящая процедура, чем изучение космоса. Зато подводное военное господство сегодня приобретает такое же ключевое значение, как сто лет назад воздушное. Информация, которая все-таки просачивается в научный мир из-под двух крестов строжайшей секретности, вселяет в исследователей уверенность о том, что подводная человечество существует. Тоже известные факты, да, и, как вы сказали, визуализированные людьми, неоднократно докладывавшиеся, так сказать, военно-морскими офицерами, да, о неких событиях, происходящих в глубинах океанов и не подлежащих объяснению. Существуют, это известные факты, это не сумасшедшие люди, это нормальные боевые офицеры, которые видят и не могут объяснить. Исследователи этого феномена достаточно далеко продвинулись в изучении параллельного человечества, несмотря на информационный вакуум и серьезный раскол в научных кругах. Интерес ученых особо подогревается тем, что обитатели подводного мира как минимум не горят желанием вступать в контакт с сухопутной цивилизацией. С древностей до наших дней известно о случаях, когда русалки полностью уничтожали экипажи кораблей или топили пловцов. С другой стороны, существуют доказательства того, что подводный мир пытается предупреждать человечество о приближающихся катастрофах, которые приходят со стороны большой воды. Значит, отсюда и смысл глубоководного погружения только уйти от внимания человечества. Тем более, что замечено, что перед различными рода катастрофами локальными происходит извещение. Извещение происходит и информационного характера. Тем не менее, ученым удалось произвести относительную локализацию, определить наиболее вероятные места обитания подводных жителей на основании секретных военных отчетов, необъяснимых ЧП, природных аномалий и, конечно, мифов и легенд, которые окружают таинственные места. Я думаю, что здесь вообще-то больше Атлантический. Хотя есть отдельное факторы появления и в Черном море, то есть в морях приближенных, где живет наиболее сгустки населения так называемой, перенаселенность и в Индийском океане. Исследователи отмечают, что признаки подводных цивилизаций особенно активно проявляются в местах потенциальных катастроф, в районах тектонических разломов и летосферных швов. Возможно, именно поэтому у них есть возможность предупреждать человечество о приближающихся цунами, ураганах и землетрясениях. Впрочем, человечество не склонно прислушиваться к шепоту подводного разума. Сейчас очень активно. Там, где есть очень тонкие или сложные литосферные дела землян. Это район Курильской гряды, Курилы, Япония, Филиппины. Вот эти места. Там, где есть еще и те же самые впадины. В одном ученые единодушны. Сегодня океан исследован настолько слабо, что там может скрываться не просто отдельный народ, а целая цивилизация. Особенно с учетом того, что она старше нас минимум на полтора миллиона лет, устроена по принципиально иным законам и правилам, а главное, не имеет ни малейшего желания выходить на контакт с младшим братом, который за несколько тысяч лет существования вплотную приблизился к тому, чтобы полностью уничтожить свою планету. Я вам говорю, что неизучены глубины и вполне возможно, что там, грубо говоря, есть помимо нас умные люди, которые проживают на больших глубинах. Трудно сказать, ведь это самое неизученное, что у нас есть. Многие древние легенды говорят о том, что подводные люди могли повелевать погод. о них говорят с незапамятных времен. Морские чудовища, убийцы кораблей, огромные спруты, гигантские змеи. Обязательный атрибут морской мифологии, начиная с эпохи первых мореплаваний, заканчивая сегодняшним днем. Эти обитатели морских глубин вызывали у людей такой ужас, что становились воплощениями зла и приобретали почти божественный статус. А с тремя самыми известными хозяевами моря, Великим Кракеном, Левиафаном и Ктулху, связаны апокалиптические предсказания и мифы о конце света. Часто исчезающие по вполне прозаическим причинам, их исчезновение связано было с появлением каких-то гигантских кальмаров, которые их затягивали в глубину океана, или огромных существ, которые проглатывали эти суда. К сожалению, все чудеса, которые человек в своей фантазии связывает с океаном, это чудеса такие негативные, связанные с тем, что человек видит каких-то чудовищ, от которых он может пострадать. Но, как и любой миф, легенда о Кракене не могла возникнуть на пустом месте. По мере исследований океана человечеству, более того, источником угрозы могут стать привычные нам морские жители, киты и дельфины. И причиной их агрессии становимся мы, люди, которые с грохотом вторгаются в голубое безмолвие мирового океана. Уровни постоянного шума могут превышать допустимое значение, которое принято там, как какие-то пороги для начала изменения поведения. Но численно, я могу сказать, что считается, например, если непрорывный шум, то на уровне 120 децибел относительно одного микропаскаля эта величина является порогом начала изменения поведения китообразных. 7 ноября 2012 года кит напал на прогулочную яхту всего в километре от береговой линии порт Элизабет в Индийском океане. Животное неожиданно выпрыгнуло из воды и обрушило вес своего тела на судно. Яхта моментально затонула. Четыре человека получили ранения, один тяжелый. Уже несколько лет ученые с ужасом констатируют, что впервые за все время наблюдения агрессию по отношению к человеку начали проявлять дельфины. По одной из версий, именно бесцеремонное вторжение человека в жизнь океана способно поднять из морских глубин древних чудовищ. само существование которых до сих пор оставалось под большим вопросом. Да, они стают более агрессивными и все это связано с явлениями стресса. То есть есть документированные случаи, когда животное при повышении уровня суммы вначале просто как-то реагировало, меняло свою ориентацию, оглядывалось, искало причину и так далее. При каких-то уровнях сумма проявляла акт, стало более агрессивным. Нефтяные платформы в океане, бурение морского дна, подводные ядерные испытания, да и просто шум двигателей судов, все это мощнейший стресс для обитателей мирового океана. И они реагируют так же, как в аналогичной ситуации мог бы отреагировать человек. Я думаю, это примерно похоже, как на человек. Если, представьте сами, что такое стресс. Если в вашей квартире сосед делает ремонт, вы все время слышите этот шум, вы там день потерпите, два, а если это месяц, годы, если вы не можете выйти, вам нужно спать, рано или поздно вы пойдете и разгромите квартиру этого соседа. Звотные так не могут поступить, но акты агрессии, если вы спрашиваете, да, этот эффект есть. Между тем, существование морских чудовищ подтверждают известные исследователи океана и путешественники. Гигантские кальмары еще 20 лет назад считались плодом человеческой фантазии, но буквально несколько десятков лет назад что-то выгнало их из глубин на поверхность. В марте 2012 года стая огромных кальмаров утопило рыбацкий баркас в море Кортеса и убило семь человек. За несколько лет до этого гигантский осьминог атаковал танкер Брунсвик водоизмещением 15 тысяч тонн. Ученые уже предположили, что чудовища поднимаются из глубин не просто так. Они спасаются от гораздо более крупного, опасного и древнего врага, который только начинает просыпаться. Но исследованием этого феномена пока почти никто не занимается. Питер Блейк погиб, его убили эти бразильские пираты, моего друга, я его знал, у него было уже судно такое, яхта такая, скитались с морей, так вот он назвал ее. У него была первая цель, это заснять гигантских осьминогов из спрутов. Он знал Жак-Ивкусто, заснятие из Жак-Ивкусто, доказывал и говорит, что мы все знаем, что есть такие гигантские спруты, осьминоги, гигантские калимари, он как раз на это хотел, но сам мне как он говорил, что я хочу параллельно и как раз исследовать. Сейчас у меня есть и возраст тот уже, что я хочу уже меньше делать рекордов, а больше заняться таким исследованием. Впрочем, некоторые результаты все-таки есть. они связаны с исследованиями на таких глубинах, куда человек пока не в состоянии опуститься. Поэтому феномены и странности фиксируют бесстрастные приборы. В японском жёлубе японцами было обнаружено такое вот сообщество на хемосинтезе, не гидротрамальное, а вот такого метанового типа, метановые выходы на глубине около 7 тысяч метров вот со всеми сопутствующими формами жизни. Это всегда повышенные биомассы, всегда какая-то концентрация жизни вокруг этого. Это такие пятнистые, очень локальные такие образования, но их масштаб может быть очень большой. Вот это мы пока очень мало про это знаем. Мы знаем, что это в принципе возможно, но сколько этого на дне мы не знаем. Судя по тому, что случаи нападений морских чудовищ на людей фиксируются всё чаще, в существовании монстров, которых до сих пор считали мистическими, уже очень скоро смогут убедиться даже самые заядлые скептики. Я тоже, знаете, до конца не верю. Вдруг когда-нибудь плаваю по океану, я увижу какой-то необыкновенный необыкновенного такого зверя, который докажет всё-таки, что чудо есть, но на самом деле мне кажется, что это плод нашей фантазии и плод нашего непонимания, окончательного непонимания и глубокого непонимания пока того, что происходит в Мировом океане. Человек склонен подводить рациональную основу подо всё, с чем он сталкивается. В ответ на легенды о кораблях, опустошённых морскими чудовищами, скептики и прагматики говорили о массовом психозе, отравлениях алкоголем или галлюциногенными смесями. Последние исследования учёных и документально зафиксированные факты приводят к совершенно парадоксальному выводу. Правы и те, и другие. Агрессивные порождения океана действительно атакуют суда. И вместе с тем летучие голландцы и корабли с пропавшим экипажем следствие массового психоза, вынуждающего людей бросаться в воду в приступе слепой паники. Вот только галлюциногены и алкоголь здесь абсолютно ни при чём. Увидели, как большой парусник Сибёрт на всех парусах летит прямо на берег. На мелководье судно какое-то время продолжало драться. Судовые документы были на месте. Но при этом на паруснике не было ни одного человека. Последней записью в вахтином журнале было «вышли на траверс рифа Брэндон». Этот случай был не первым и, разумеется, не последним. Феномен получил название «корабль-призрак». Но логического объяснения исчезновению экипажа так и не было найдено. Февраль 1948 года. Торговые суда, проплывающие через Малакский пролив около Суматры принимают странный радиосигнал от голландского теплохода «Аранг-Медан». Через несколько часов теплоход обнаруживает английское судно, случайно оказавшееся поблизости. Вся команда голландского корабля мертва. На лицах людей застыло выражение ужаса. Одновременно в трюме теплохода начинается пожар. Англичане спешат вернуться на свой борт. И как только последний матрос спрыгивает на палубу, аранг-Медан взрывается, переламывается пополам и стремительно уходит на дно. В 21 веке такие случаи начали фиксироваться гораздо чаще. Только за последние 10 лет было обнаружено 7 официально признанных кораблей-призраков. Но к этому времени уже появилась официальная версия. Люди выбрасывались за борт в приступе неконтролируемой паники, вызванной мощной инфразвуковой атакой, либо в буквальном смысле слова умирали от ужаса. Это обусловлено тем, что живые организмы тоже как бы и являются источниками инфразвука где-то от от 7 до 16 герц и совпадение этих частот с внешними наведенными вызывает ну так вот можно это назвать резонансными явлениями, которые влияют на психику, на физиологию процессов. Поэтому такие явления есть и они неоднократно фиксировались. Влияние инфразвука на человеческий мозг изучено достаточно хорошо, чтобы можно было сделать уверенный вывод. Люди, попавшие в зону действия сверхнизких колебаний, могут стать опасны для себя и друг для друга, либо впасть в состояние глубокой подавленности, либо неконтролируемой паники. Это свойство инфразвука используется полицией нескольких развитых стран мира для подавления массовых акций. Могут возникнуть как раз биения с гармоники с инфрамистской частотой, которые начинают воздействовать на мозг человека, вызывать различные массовые психические явления, галлюцинации, воздействия неприятные, близкие к майнам. Описание массовых смертей на кораблях-призраках и обстоятельства, при которых пропадают целые экипажи, целиком укладываются в наше представление об эффекте направленного инфразвукового воздействия. Когда эти инфразвуковые колебания воздействуют на большое количество людей, то могут возникать такие ситуации, которые сравнимы с, допустим, массовыми беспорядками, с необузданными какими-то действиями, нелогичными. И действительно, в таких ситуациях экипаж, например, судно, может броситься там разом в воду или в шлюпки оставить судно, хотя каких бы то ни было внешних побуждающих причин этому могло и не быть. только восприятие инфразвуковых колебаний. Прагматики поспешили заявить, что убийственный голос океана результат тектонических сдвигов морского дна. Однако есть обстоятельства, которые мешают принять эту версию на веру. Мозг каждого человека уникален, поэтому, чтобы вогнать в состояние паники большую группу людей, инфразвук должен быть неоднороден. Необходимо играть низкой частотой, охватывая десятки и сотни людей, втягивая их в состояние панической атаки вне зависимости от разницы в восприятии. Инфразвуковые колебания вполне могут вызвать массовые психозы. Единственное, что у них должно быть одно определенное свойство, так как все люди имеют какой-то разброс вот этих резонансных частот. То есть эти инфразвуковые колебания должны динамически меняться в течение короткого отрезка времени. Для того, чтобы начался массовый психоз, голос океана не должен звучать на одной ноте. То есть, кроме того, чтобы подстроить инфразвуковую волну на частоту человеческого мозга, необходимо еще и звучать сразу на нескольких волнах. Спонтанный гудок от сдвига литосферных плит или любое другое природное явление такого эффекта не дадут. То есть, если они жестко поставлены на одной частоте, то вероятность того, что большое количество людей войдут в это состояние психоза не очень велика. А вот если она динамически меняется и как бы в некоторых пределах изменяется, что, собственно, вполне физично, это может возникнуть. То есть, могут возникнуть от массовой психоза при воздействии инфразвуковых колебаний. Кто же этот невидимый оператор, освоивший инфразвуковые атаки, еще человек узнал о том, что такое инфразвук, каковы причины, побуждающие его атаковать? Ответы на эти вопросы могут быть сугубо теоретическими, но с учетом того, что это далеко не единственное технологическое преимущество неведомого врага, его нежелание выходить на открытый контакт можно считать большой удачей для всего человечества. Во время холодной войны военная разведка СССР начала получать тревожные рапорты подводников. Неизвестные миниатюрные подводные аппараты преследовали советские субмарины. Они не предпринимали никаких действий, кроме сопровождения и через некоторое время уходили своим курсом на сверх высоких скоростях. Наша акустика улавливала от них странные звуки, напоминающие кваканье лягушки, из-за чего аппараты назвали квакерами. До середины 90-х годов среди военных царила уверенность, что это новейшие американские шпионы. Либо системы глобального позиционирования и пеленгаций. В свою очередь американцы были уверены, что квакеры производятся в СССР на сверхсекретных заводах, когда на смену холодной войне пришло космическое сотрудничество. В результате наблюдений при полетах и американских космонавтов видели объекты достаточно приличных размеров в разных морях и океанах, перемещаясь на глубинах примерно, потому что просмотреть водную гладь можно до 500-600 метров, ну вот, где-то до километра видели и наблюдали. Ну а потом вообще примеры подводных НЛО светящихся, движущихся, квакеры там различного рода. Истинная ситуация шокировала бывших противников. Информация об НЛО взлетающих из океана или двигающихся горизонтально с невероятной скоростью до 400 километров в час с завидной регулярностью всплывает в виде утечек из секретных военных архивов, из рапортов экипажей гражданских судов, из свидетельств жителей морских побережьей. Даже если половина из них выдумка или ошибка, количество инопланетных аппаратов в океане подавляет. Неопознанные летающие объекты, которые очень часто видят пассажира судов, самолеты, которые пролетают над океанами, видят часто, что вдруг внезапно появляется из воды какой-то объект шарообразный, взлетает на высоту и потом опять падает в море. Что это такое? Видят же люди, есть свидетельские показания, есть, многочисленные свидетельства, тысячи людей видят, не только, я говорю, не только на земле, на суше, да, но и на море. Ученым удалось понять принципы работы инопланетных подводных аппаратов. хотя называть их подводными не вполне правильно. Судя по последним свидетельствам, они способны перемещаться в воздухе, в воде и в космосе примерно с одинаковой скоростью. Вы знаете, подводные НЛО или аномальные аппараты, они создают определенное электромагнитное или гравитационное поле, которое в действительности может локально изменять, что мы наблюдаем неоднократно в атмосфере и на земле. Результаты встречи с незваными гостями из океана предсказать невозможно. Результатом операции американских ВВС «Высокий прыжок» стала атака эскадра США неопознанными объектами, вылетевшими из-под воды. При этом всемирно известный путешественник Федор Конюхов наблюдал НЛО в относительной близости безо всякого вреда для себя и своего судна. Шара. Если я видел, то я как раз ни разу не видел диск, я видел только шары, но, знаете, вот один такой шар, что мне это долго, я наблюдал, он пролетает, пролетает и слышно, слышно шум, а то же расстояние очень слышно, и с него как будто что-то капает, вот как будто с него горячее что-то капает и долетает до океана и гаснет. И то же самое, вот это такое было один раз в жизни, что все реальное, и что с него как будто вот это капает, горящая такая, ну, если бы, пускай там, бензин или что, капало, горело, но до океана не долетает и гаснет. И он так проходит и с таким треском. вот это первый раз я слышал шум от такого неопознанного. И почему, когда я встречался с одним нашим космонавтом, и ему рассказывал это, он сразу сказал, говорит, это не земное. Все замечены были как раз в 60-е годы и опубликованы наблюдения радарных систем в Атлантическом океане, это американских радарных систем. когда на радарах, на подводных радарах было высвечено как раз вот обнаружено с нескольких радарных систем обнаружено движение объектов 120 узлов. Скорость 120 узлов 1 на 1,8 умножьте, это примерно 220-240 км в час. Вот такие объекты. Причем размеры объектов до 100-150 метров. Подводные города или подводные базы пришельцев, местные жители или гости из далеких миров. Сенсационное открытие датских ученых полностью переворачивает наше представление об океане и добавляет к многовековой загадке новый невероятный аспект. Если океан это огромная нейронная сеть, в миллионы раз более сложная и мощная, чем человеческий мозг, значит, кто бы не жил в этой разумной среде, он вступил в контакт с невероятным сознанием планетарного уровня, сознанием планеты. Существуют всевозможные, так сказать, участки, причем они, ну, как бы, сказать, не постоянно в одном и том же месте, да, они как бы блуждающие, так называемые, вот эти аномальные явления, где гидрология морем может меняться, да. Один из самых страшных и в то же время неизученных феноменов океана волны убийцы. Если цунами и ураганы сметают с лица земли города и провинции, то это точечные удары, и места их приложения не поддаются объяснению с точки зрения человеческой логики. Коротко говоря, это те волны, которые встречаются очень редко, но в силу целого ряда гидродинамических причин, эти волны аккумулируют в себе абсолютно гигантскую, несопоставимую с обычным волнением энергии. И одна такая волна, она может служить причиной огромных бедствий. Ни одно крупное судно, гигантские танкеры размером больше 100 метров в длину, они переламываются этой волной просто как спички, сметает водной глади вышки нефтяные. Ученые до сих пор не нашли способов противодействия волнам-убийцам. Ни одна даже самая сейсмоустойчивая конструкция не в состоянии выдержать удар концентрированной ненависти мирового океана. Предсказать место ее появления практически невозможно. Как только ученые приближаются к тому, чтобы локализовать район, где вероятность возникновения волны убийцы, по их мнению, максимальна, как она наносит удар в совершенно другом месте. Какая-то одна волна из многих тысяч, она аккумулирует в себе гигантскую энергию, причем она усваивает энергию тех волн, которые ее окружают, эта энергия увеличивается, волна растет, достигает гигантской высоты, ну скажем, 12, 15, 18 метров для волны убийцы это не редкость. А самое главное, что она имеет очень резкие очертания и несет совершенно гигантскую энергию, передвигаясь. И вот это, конечно, большая беда для людей, которые оказываются в зоне действия этих волн. Это только один из бесчисленных феноменов, которые разумный океан демонстрирует человеку. Еще одной так и неразрешенной загадкой стала антивоенная кампания, которую океан развернул против подводных лодок в Индийском океане. Несколько лет назад Росвооружение поставило восточным соседям партию подводных лодок Варшавянка. Океан встретил субмарины в штыки. Через шесть месяцев начинаются доклады, что радиоэлектроника не работает. Комплексы оружия вышли из строя. Да, то есть вплоть до того, что стало свет перегорать. Прибывшие на место военные эксперты развели руками и пригласили ученых, которые довольно быстро поставили диагноз. Казалось, что существуют бактерии, которые жрет вот эти кабельные трассы, которые не присущи на Северном флоте, на котором, или там, Балтийском, на котором у нас ее нет. А вот в Индийском, витаке океане, она живет. И практически лодку за полгода она сожрала полностью. Бактерии, вирусы и паразиты, населяющие океан, являются частью огромной экосистемы. И они, безусловно, одни из самых мощных, эффективных и непредсказуемых инструментов. Есть вирусы, которые, вот, океанского происхождения, которые находят там в крови человека, да, вот, являются ли они носителями какой-то генетической информации о какой-то болезни, ну, во многом мы, наверное, еще сегодня не знаем, чего нас ждет, да. Какое еще оружие хранится в арсенале разумного океана? Представить невозможно. Объем знаний человека о его собственном доме на поверху оказался ничтожно мал. Вообще, если честно, мы исследователи, вот исследователи морского морских каких-то исследовательских проектов, да, они говорят о том, что на данный момент, вот сейчас, на настоящее время, исследовано всего один процент дна мирового океана. то есть практически человечество вообще ничего не знает, что там творится-то на дне. Тем временем, человек упорно пытается выйти на контакт с внеземными цивилизациями. В январе 2012 года в рамках проекта Сети было объявлено об обнаружении сигнала, который может являться ответом на призыв к общению, постоянно посылаемый в открытый космос уже более 50 лет. Однозначной расшифровки полученного ответа никто не озвучил. Но по одной из наиболее распространенных версий он очень лаконичен. Контакт невозможен. Очевидно, любая связь с далекими мирами станет доступна человечеству только тогда, когда оно сумеет услышать голос своей собственной планеты. «Музыка» 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 «Музыка»» «Музыка» «Музыка» «Музыка»» «Музыка» 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 «Музыка»» «Музыка» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...